Здравствуйте! Сегодняшнее интервью с исполняющим обязанности руководителя администрации Пущина Алексеем Сергеевичем Воробьевым будет посвящено оценке ситуации в городе и перспективам решения ключевых проблем. Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Вы исполняете обязанности руководителя Пущинской администрации 16 мая. За месяц что успели для себя отметить, как оцениваете ситуацию в городе? За этот период времени как минимум познакомился с теми проблемами и вопросами, которые имеет сам город. Я постарался максимально в них вникнуть, но состоялась не одна встреча с жителями в рамках личного приема. Ну и опять же, я всегда открыт для общения, и многие жители просто приходили без записи на личный прием и, соответственно, общались. Проблемы, они как у каждого муниципального образования, типичны. Это сфера ЖКХ, опять же, она непростая у каждой своей территории, вопросов достаточно много, и это очень сильно волнует жителей. Алексей Сергеевич, а с чем конкретно столкнулись? Какие проблемы потребовали Вашего внимания? Особо острых точек, можно сказать, как таковых нет, они и есть, эти проблемы. Задача органов власти знать об этих проблемах, находить пути их решения и преодолевать. Потому что непредалимых препятствий в принципе быть не может, иначе органы местного управления можно признать несостоятельным. Ну, поэтому, если мы конкретно хотим к моментам вещам перейти, опять же, не секрет работа самой управляющей компании. Есть у жителей замечания к работе управляющей компании, к состоянию жилого фонда, к состоянию территории. Опять же, на мой взгляд, может быть, сказать, отчасти критический, территорией надо заниматься. Есть у нас собственное муниципальное бюджетное учреждение благоустройства. Мы уже не один раз этому моменту посвящали наш разговор. Что касается сферы ЖКХ, ну, опять же, наверное, стоит отметить, работа фонда капитального ремонта не всегда складывается благополучно. Опять же, это не причина самого фонда, а подрядчиков, которые тоже нарушают свои договорные обязательства. Муниципалитет по поручению губернатора непосредственно участие в этом принимает. Мы контролируем ход работ, участвуем в приемке работ. Ну, и, конечно же, в приемке работ участвуют наши жители через Советы домов, председатель Совета домов. На данном этапе работы ведутся по тем документам, которые ко мне поступают на визирование. Я вижу, что обязательства страны подрядчика по фонду капитального ремонта исполняются. Замечаний со стороны жителей в части текущего исполнения работ подрядчиками пока я не видел, не слышал. Позволю себе озвучить одну из городских проблем. Она, возможно, самая заметная. Городской фонтан в зеленой зоне много лет является любимым местом отдыха пущенцев. Сейчас же и пущенцы лишились комфортного уголка, и главная улица города своего украшения. Какие меры предпринимаются для ремонта фонтана? Это самая главная точка притяжения для всех жителей пущена. Да, сам город очень индивидуален, и он очень привлекательный в части зеленой зоны. Такой большой протяженности, а вот фонтан является его изюминкой. Конечно, в том состоянии, которое сейчас, оно никого не радует. Большие огорчения, несмотря на то, что жители даже в текущем состоянии проводят свой досуг, отдыхают там. Задача перед нами стратегическая, это максимально быстро принять решение, как мы его отремонтируем, потому что, я понимаю, была проведена достаточно большая работа в части концепции фонтана, и все-таки в большинстве свое мнение складывает сохранить. Сохранить тот вид, который был всегда. Конечно, современные технологии, современные материалы, они позволяют и свою какую-то новизну внести. Я думаю, что в этом направлении мы будем движаться. Что сделано сейчас? Сделано, мы инициировали перед Советом депутатов, изыскали средства на разработку концепции и проектно-сметной документации. Мероприятие, по всей видимости, будет достаточно затратным, я имею в виду, в плане самого капитального ремонта фонтана. Я буду обращаться и к губернатору Андрею Юрьевичу, просить помощь, содействие оказать, потому что такого рода мероприятия, они, безусловно, могут быть реализованы при поддержке правительства Московской области непосредственно воле губернатора. Надеюсь, у нас это получится. Я даже не сомневаюсь в этом. В любом случае, мы будем стараться все сделать для того, чтобы, опять же, в максимально короткие сроки мы смогли этот проект реализовать. Сейчас же у нас этап понятен, очертаемым. Мы должны, как я сказал, сделать концепцию и проектно-смертную документацию на это. Средства у нас есть. Мы уже буквально сегодня там обсудили с потенциальным проектировщиком, обсудили то, что мы хотели видеть, то, что жители себе видят, потому что, опять же, предварительная проработка этого вопроса, когда мы готовили концепцию с заявкой на участие в программе «Малых и средних городов», там уже достаточно большая работа была приведена, было ли собрано мнение жителей и общественности. Еще один вопрос, тоже актуальный, тоже с ним к нам обращаются постоянно пущенцы. Скейт-парк, который прочно завоевал звание одного из самых популярных мест отдыха активной молодежи именно нашей, разобрали, говоря, что он небезопасен. Сначала озвучивали сведения, что в целом есть планы по его реконструкции, по его новой установке, но эти планы пока не осуществились. Когда восстановят такой востребованный в городе объект? Скейт-парк я тоже слышал, это он в зеленой зоне размещался, да, он на сегодняшний день, я понимаю, демонтирован. Если это место притяжения современной молодежи, действительно это надо реализовывать. Не хотелось бы, чтобы это, наверное, бетонные конструкции появились, потому что практика многих муниципальных образований все-таки эти конструкции из бетона, из серьезных капитальных конструктивных элементов, да. Ну, надо думать, если есть варианты сделать из пластичных материалов, того же самого дерева или деревоплиты, опять же, надо спросить у самой молодежи, что им удобнее, что им интереснее. Если такая возможность будет, я думаю, что мы обратимся в Миноблагоустройство, в Министерство благоустройства, потому что под их эгидой сейчас это строительство скейт-парков, мы будем также просить, чтобы и нашему городу было самое непосредственно пристальное внимание уделено. Если, конечно, не сложится попасть в программу и рассчитывать на субсидию, я думаю, что это не такое затратное мероприятие, это, наверное, все-таки под силами и местному бюджету реализовать. Можно изыскать, да, средства. Просто нашу активную молодежь, она у нас очень продвинутая, ее интересуют не только сами элементы конструкции, хотя это тоже в первую очередь, но и финансирование, и, главное, сроки. Ну, жалко, что времени у нас совсем в благоустроительном периоде не так много осталось, потому что мы понимаем те же самые конкурсы, и, конечно, процедура занимает не менее 45 дней именно с момента объявления закупки и до подведения итогов подписания контракта. А если мы говорим о том, чтобы изыскать средства, это еще занимает время для того, чтобы уточнение бюджета сделать. Ну, не хотел бы давать пустых обещаний, что мы сможем реализовать это в текущем году. Ну, давайте я как приоритетную стратегическую задачу для себя тоже ее поставлю. Мы проработаем этот момент и постараемся уже какие-то осязаемые сроки обозначить. Хотелось бы верить, что в этом году реализуем, но не будем загадывать и пустых обещаний давать. И еще один вопрос, который уже не раз поднимался в нашем эфире, раскопанная теплотрасса ВАБ. Как ее называют пущенцы, вернее, они так озвучивают вопрос, она так и останется декорацией к постапокалиптическому фильму. Когда, собственно, восстановят, когда завершат работы? Ну, смотрите, это проблема, я понимаю, с 2017 года, да, потому что сделали два участка теплотрассы, но не хватило и времени, по всей видимости, и отчасти там с финансовой проблемой были, не смогли сделать третий участок. Сейчас же тогда, когда появился в администрации, мы с этой проблемой глубоко погрузились, она действительно является проблемой, потому что не совсем, ну, просто неэффективно использовать то, что сейчас имеется. Это обводная трасса, которая у нас в наружном исполнении, это серьезные энергопотери, то есть даже об этом следует позаботиться всем нам. Поэтому мы уже с замминистром проработали вопрос, чтобы у нас средства по госпрограмме появились. Мы рассчитываем, опять же, на поддержку правительства Московской области, непосредственно Министерства жилищно-коммунального хозяйства, потому что мероприятие достаточно затратное, местному бюджету оно не по карману, но, к сожалению, это так, потому что мероприятия капитального, серьезного характера, они проходят исключительно под эгидой и условной поддержкой правительства Московской области. Как я уже сказал, что замминистра мы этот вопрос проговорили, они нашу потребность заявили, Министерство экономики и финансов. Был предварительный разговор с Министерством финансов, тоже, что пока на данном этапе они рассматривают, но не исключено, что в июньское уточнение госпрограммы эти средства появятся и уточнение бюджета последует. На данном этапе, чтобы не терять время, мы с Советом депутатов тоже провели работу, чтобы у нас за счет местного бюджета это ассигнование появилось, чтобы мы могли уже процедуру закупки объявить. Постараемся все это успеть сделать в благостроительный период. Конечно же, то, что сейчас, это никакой критики не подается, потому что и жители обращаются, и через Добродел. Расскажите о приоритетных направлениях для дальнейшей работы. Что считаете такими ключевыми точками роста? В любом случае, мы понимаем, экономика, бюджет складывается от благоприятного экономической ситуации, инвестиционного климата. Для нас, я понимаю, для всех пущенцев, стратегическая задача стоит развитие индустриального парка. Этап проектирования у нас идет. Мы сейчас находимся с документацией МОСОБЛ-экспертизы. После выхода из экспертизы мы уже приступим к строительно-монтажным работам. Соответственно, будут размещаться процедуры закупок и непосредственно реализация уже самого строительства. Что касается потенциальных инвесторов, резидентов, индустриальный парк, они есть. С ними встречи проводятся, с двумя инвесторами на встречах. Я присутствовал, встречались мы и в правительстве Московской области. За этим определенное будущее, я понимаю, упущено, потому что профиль сохраняется биофармацевтик, биотехнологии. Я думаю, что потенциал упущен, он серьезный в этом направлении, надо обязательно это использовать. Что касается малого и среднего предпринимательства и развития крупного предпринимательства, безусловно, это связано с новыми рабочими местами, потому что благодаря такой возможности люди могут себя и реализовать и иметь возможность непосредственно около дома иметь свою работу. Потому что складывается так, что некоторые вынуждены ездить в нашу столицу, чего бы не хотелось. И опять же, та компетенция, которую обладают пущенцы, именно своим профилем наукограда, необходимо использовать на нашей непосредственной территории, где все условия для этого созданы. А какое количество рабочих мест планируется? И, насколько я понимаю, предприятия будут размещены именно в Пущино? То есть их фактически и юридический адрес будут совпадать? Налоги? Да, безусловно. В любом случае резиденты будут границей городского округа Пущино. Если мы дальше и глубже с вами этот вопрос рассматриваем, может быть и так, что главная организация зарегистрирована в другом субъекте, но в любом случае налоги платятся там, где рабочие места организованы. Но у наших резидентов прямая заинтересованность есть в том, чтобы иметь регистрацию Пущино, потому что на меры господдержки правительство Московской области они могут рассчитывать только в том случае, если у них регистрация именно субъекта Московской области. Количество рабочих мест можно предположить, что не так и много, там около тысячи, но в то же время это высококвалифицированные рабочие места с достаточно высокой средней заработной платой, выше средней по Московской области. Ну так, для нас цель поставлена. И я понимаю, инвесторы это прекрасно понимают. Почему? Потому что научный потенциал Пущино, он в полном объеме может это подтвердить. Я благодарю вас за ответ, Алексей Сергеевич, за интересную беседу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А я напоминаю, что традиционно основу для наших интервью составляют вопросы телезрителей. И приглашаю их присылать свои комментарии и озвучивать интересующие темы. Спасибо.